Знаете, у меня регулярно бывает ситуация, когда выходит какой-то новый релиз, я его заслушиваю, у меня появляется много чего про него сказать, но при этом мыслей недостаточно, чтобы делать про это целый ролик и при этом наоборот слишком много, чтобы это как-то там в исторке заливать или в закрытый паблик писать, где все-таки у меня формат всех моих рекомендаций довольно краткий. Так вот, я решил попробовать вот такую штуку сделать, просто взять и в одном ролике рассказать вам про несколько относительно свежих релизов, которые меня так или иначе заинтересовали и мне есть что про них сказать. Сегодня подборка странная, потому что опять же это просто релизы, которые заинтересовали меня, сегодня у нас Земфира, Кровосток и Диктатор Юэви. Здрасте, вы на канале Сейна. Кровосток и Диктатор Юэви Архитрип. Там обаятельный ведущий на реальных примерах городов доступно рассказывает про архитектуру, что надо, что не надо, что зачем, какая у этого была логика. Да, у наших городов зачастую была порочная логика и чем дальше ты разбираешься в архитектуре, чем больше узнаешь, тем печальней становится местами по ним ходить, но при этом открывается куча хорошего, позитивного и интересного, чего ты раньше не знал и не замечал. И в этом смысле понятно, что там ни я, ни большинство из вас архитекторами не будут, но это именно новый взгляд на окружающую реальность, новое ее понимание, а это дорогого стоит. Поэтому переходите по ссылке в описании, подписывайтесь на Архитрип, культурно развивайтесь и понимайте города вокруг вас. Различия у наших сегодняшних персонажей, ну великое множество, их пытаться перечислить даже бесполезно. Но что сходно у этих альбомов, да и вообще по-хорошему у огромного количества альбомов, можно сказать большинства, что каждый раз исполнителю необходимо заявить, что он еще живой. Продемонстрировать слушателю своему, на какой стадии творческого развития он находится. То есть вот предыдущий альбом задал определенную планку, и ее нужно либо перепрыгивать, либо догонять, либо выдать чуть похоже, но хотя бы близко, и этого уже будет достаточно. И наши сегодняшние артисты, они находятся на очень разных стартовых позициях. И начнем с Земфира. На какой позиции находилась Земфира? На позиции метро русской музыки. Вот настоящего такого живого классика, песни которого и так уже десятки лет крутятся на главных радиостанциях. Там сложно найти в стране человека, который Земфиру не знает, а если он говорит, что не знает, ты ему говоришь, так это та самая, которая сладких апельсинов, так это та самая, которая у тебя спит, а значит мы умрем. Или дальше вот еще пару песен поперебирать, и там скорее всего он тоже Земфиру знает. В общем, одной из главных имен на русскоязычной сцене, у которой ну по всем параметрам там все золотое время уже прошло, выпускает альбом. И сколько мы уже видели таких альбомов, когда кто-то когда-то великий решает что-то дропнуть, и это может быть пародией на самих себя, может быть какой-то просто галимейшей попыткой собрать последние деньги с людей, которые вот еще помнят, что это за имя. Также видели варианты, когда это просто по сути каверы на собственные песни, просто типа заново исполненные. Где-то мы видели откровенную творческую импотенцию, всего этого нету в новом альбоме Земфиры. Альбом Земфиры это вот как ни удивительно, это новый альбом Земфиры. Как будто не проходило никакого огромного количества времени до, как будто нету внешних факторов для Земфиры, как будто не народилось еще до хуища новых артистов. Земфира выпустила альбом, как будто так и надо было. То есть, знаете, это вот возможно опять же не кажется вам удивительным, но у большинства артистов, которые находятся в положении Земфиры, выход нового альбома и вот в самом материале, и вокруг него обязательно сопровождается какими-то вот этими дифферамбами про то, что я уже в годах, или там наоборот, этот артист уже в годах, и все, нам уже на покой бы уйти, а мы вот еще музыку как-то играем. Ну, посмотрите, я там из своих сухих, рассыпающихся на песок костей вот составил какие-то фигурки, и музыка получилась, там давайте уважьте пенсионера, вообще ни слова об этом в новом альбоме Земфиры. И это вот по-настоящему подкупает. И важно заметить, что сам я Земфиру не сказать, что слушаю, просто нельзя не знать ее песен, опять же, живя в России, а особенно когда ты музыкой в принципе интересуешься, то есть, опять же, Земфиру не слушаю, там свободно какие-нибудь пять песен назову, еще у половин текст наизусть знаю. Но для меня это все-таки музыка прошлого века, и другой какой-то группы людей, к которым я не отношусь, потому что я и подобного музла не слушаю, и, собственно, в самые золотые времена Земфиры я тоже не жил, ну, или там был совсем ребенком, и слушал совершенно что-то другое, интересовался другими вещами. И когда какой-то подобный артист остается живым спустя время, и выпускает что-то новое, для меня, как по сути для нового слушателя, это шанс заново проникнуться, потому что звук уже обновленный, нету никаких технических «но», да, которые скрашивали бы прослушивание предыдущих всех песен, здесь все на высшем уровне, и плюс очень много известно про то, насколько требовательна Земфира к тем, кто с ней играет, у нее там работают исключительно иностранцы, если почитать то, как создавался этот альбом, то некоторые песни писались там в четырех странах, потому что, условно, в Австралии записали бас-партию, в Бразилии свели, а сама Земфира находилась в Аргентине, там нашла, где записаться и так далее. Альбом звучит отлично. Это именно современная музыка, и без какой-либо скидки на то, что она русская. То есть это именно то, что ты включаешь, условно, на тусовке, и до момента, как начинается голос, или если вы как-то на фоне слушаете, может даже и не будет понятно, что это русская песня. Это более чем живой, современный, крутой ракешник, с интересными находочками, опять же, без каких-либо скидок. И, что еще важно, но уже не в тему саунда, с интересными задумками песен. Земфира выдает и выдает и выдает новые идеи. Вот знаете, я, в принципе, это уже упоминал где-то, что вот Земфиру я критиковать именно в плане текстов не буду, потому что у нас кардинально разный бэкграунд, да, совершенно разное время, разница поколений здесь берет свое, и то, что нормально для Земфиры, для музыкантов поколения Земфиры и слушателей Земфиры, это совершенно не то же самое, что в моем поколении, потому что разный бэкграунд, мы начинаем от разных точек и идем к разным, и поэтому я считаю, что я не в праве им моральным как-то Земфиру критиковать, потому что, ну, опять же, я не в этом контексте. Так, с покухой это не рекламная интеграция, просто я был бы не я, если бы снял ролик с первого раза, постоянно какие-то мысли новые приходят, и заодно решил рассказать вам новости канала. Так вот, анонсики. Вот на эту махину и еще на другие замечательные камеры, которые у меня тут стоят, и это далеко не все, мы отсняли офигенский ролик про пленку. Хотя, вернее, будет сказать, что мы отсняли пленки, дофигищу пленок, потестили кучу самых разных, вплоть до просроченных, кинопленок, пленок заранее окрашенных в определенный цвет, то же самое относится к камерам, кучу разных, и из всего этого мы сделаем ролик про пленку, который сможет ответить на все интересующие вас вопросы, и сможет давать вам пищу для пленочного вдохновения, ну, не знаю, год, наверное, если вот прям делать все, что делается в ролике. Это раз. Два. Посмотрите на это. Это, к сожалению, не мои фотографии, но эти вот шикарные штуки наснимали мои подписчики, которые участвовали в конкурсе в моем телеграме. Там, собственно, мой замечательный админ, большой фанат пленки, и вместе с остальным админским составом они устраивают вот такие движухи, и посмотрите, какие охеренные финалисты. Победители наверняка уже объявили, можете зайти посмотреть, и также, если вы сами увлекаетесь и пленочными фотографиями, и вам интересно писать какие-то статьи про искусство, или читать статьи про искусство, то тоже залетайте в телеграм-канал, там куча всего крутого. А вот такая штуковина недавно появилась в инстаграм-аккаунте ибанарт. Я очень рад, что у меня получается реально в разных социальных сетях собирать творческие комьюнити, которые каждую по-своему живет, и, собственно, приглашаю вас стать частью одного и всех этих творческих сообществ к ролику. И в этом смысле Земфира — это как бы один из немногих живых представителей русского рока, который все еще говорит какие-то новые слова, у которого все еще растет звук. Опять же, я про идеи что-то так и не рассказал, вот сейчас скажу. Например, это совершенно блестящая коллаборация с Homescapes. То есть, я думаю, ни у кого не возникает сомнений, что сначала появилась песня, а потом, собственно, идея посотрудничать с Homescapes. Но то, что, в принципе, она обращается к этому Остину, вот этому безликому маскоту приложения, она наделяет его какими-то чувствами, начинает с ним взаимодействовать, и из-за этого песня получается как бы про одиночество, из-за того, что она обращена к вот такому вот, ну, совершенно бездушному персонажу. И, ну, понимаете, сама по себе завязка песни отличная. И вот как раз на контрасте со старыми песнями можно заметить, например, рост лирического героя, что все-таки Земфира в своих ранних хитах — это девушка, и у нее взгляд на жизнь, проблематика, выражение своих мыслей, у нее есть строчка «Моя война с уебищным миром», по сути, там, половина ее творчества — это ее «Война с уебищным миром», и то, как воюет девочка, и то, как воюет нынешняя Земфира — это два разных стиля кунг-фу. И за счет этого как бы и открываются новые грани, они отсюда и берутся, что ты в новом состоянии, как человек, ты это свое новое человеческое состояние, конвертируешь свое новое творческое состояние, и получается новый творческий продукт. И, соответственно, когда он не получается, значит, что-то из этого не подросло. И песня «Таблетки», например, могла получиться только у нынешней взрослой Земфиры, потому что, слушая ее там времен самых ранних альбомов, сложно представить, что она что-то подобное напишет, и будет, в принципе, с такой эмоцией это пропевать. Там и голос такой, как бы, очень постаревший, искусственно состаренный еще и манерой, с которой исполняется эта песня, и ей как бы комфортно. Она вот этой вот старостью, она может ее еще подбавить, чтобы на этом сыграть, чтобы сделать это частью стиля в конкретной песне, как вокальный прием. Это очень круто. Другой пример. Песня «Мама», ну опять же, тот же Лизер там. Алло, мама, почему я хочу умереть? Вот пишет Лизер какой-нибудь там другой такой же артист напишет там «Ты прости меня, мама, я была не права». А это из пацанок из саундтрека. У Земфиры припев песни «Мама» я ведь другой, другого цвета даже. Ну понимаете? То есть вы можете дальше послушать саму песню, и там раскроется эта мысль, но вот даже на этапе припева элементарной концепции это уже интересно. То же самое относится к отличной песне «Таблетки», к отличной песне «Этим летом» и так далее. То есть я не буду здесь пускаться уже глубже в тексты, но они, как и были, образные, очень редко конкретные, и они про то, чтобы создавать правильную атмосферу. И атмосфера эта изобретательная, оригинальная и абсолютно земфировская. Я после того, как заслушал Borderline, я пошел по другим старым трекам Земфиры, и это именно эволюция стиля. Абсолютно живой творческий мозг и живая творческая личность, которая продолжает дальше воплощаться. Отличный альбом Земфиры, рекомендую всем фанатам, ну вы сто пудов уже заслушали, кто еще не знаком с Земфирой, но в принципе саунд, что-то близко ему нравится, тоже обязательно к прослушиванию. Возможно, это у вас останется в плейлисте, а возможно вы и с Земфирой очень проникнетесь. Следующий релиз «Кровосток. Наука». Честно говоря, ждал я от этого альбома всего худшего, потому что вышел сингл «Дети», я попытался его послушать, дослушал до середины, и такой «не, ну нахуй». Мне очень не понравился саунд в песне «Дети», при том, что до этого у них была песня «Деревни», где издевательско-издроченный автотюн был, и я ее тоже именно дослушивать до конца не мог, но хотя бы прикол выкупил, хотя бы именно шутка была понятной. Ладно, в случае с песней «Дети» не понравилось совсем, и поэтому там вроде после этого выходил, тоже с синглом «Зашел-вышел», я к нему даже не прикасался, такой «ладно, уже дождусь альбома», хрен бы с ним, потому что «Кровосток» я очень люблю. И альбом меня совсем не разочаровал. Песня «Дети» все так же говно, опять же, это тут только мое субъективное мнение, мне она, ну прям вообще капец как не нравится. Зато остальные, они выполнены в совершенно не такой же стилистике. К чему вообще название «Наука»? К тому, что «Кровосток» пытается идти в совершенно новую для себя сторону сторитейлинга. Ну, вы понимаете, сторитейлинг всегда был главной и самой интересной чертой в «Кровостоке», но вот раньше они были более сосредоточены на эстетике 90-х. Притом, я это только после этого альбома начал подмечать, но очень много где в «Кровостоке» встречается упоминание, что действие происходит не конкретно в 90-е годы. То есть, например, в песне «Гантеля» он упоминает, что он делает свои вот эти бесчинства страшные в 2007 году, и что ему наоборот говорят, что типа в 2007 году уже не вырезают сходу аул, а он вырезает. И такие же отсылочки к годам присутствуют и в других песнях. В этом же альбоме «Кровосток» откровенно указывает на современность и кое-где даже залезает в будущее. Нихуя себе, да, обязательно слушайте альбом. «Песня зашел-вышел», например, это история непосредственно про путинскую Россию, и вот эти классические кровостоковские какие-то изобретательные бандиты, они начинают наживаться на нынешних путинских олигархах или просто чинушах, короче, так или иначе, те, кто как-то владеют коррупционными деньгами. И, собственно, про человека, который грабит этих самых владельцев коррупционных денег или там держателей общаков, и есть песня. Сама по себе песня не очень интересная, не хочется ее постоянно переслушивать, хотя концептуально это новый шаг для Кровостока, и, возможно, это был именно шаг ради шага, что переносить себя в новое состояние, и, главное, пробовать что-то новое писать. Я в этом плане скорее поддерживаю такой подход, потому что невозможно было вечно крутиться на месте, и, ну, и, в принципе, этого от Кровостока и не ожидали. Они раз за разом умудрялись расти в, собственно, и, казалось бы, вот этой узкой эстетике криминального мрачника в текстах, и новый виток засчитано класс шаг есть. Не самые успешные, супер-хиты новые не получились, по-моему, за исключением одного, но для фанатов Кровостока это явно супер-хорошая новость, потому что, опять же, новые идеи коллектив живой. И почему я не отзываюсь об этом альбоме однозначно позитивно? Потому что он довольно странный. То есть, да, понятно, что речь про Кровосток, и там как бы все странно, но здесь они очень часто пускаются в какие-то совсем абстрактные истории, в духе «это как это», «оно как то», наворачиваются образы, да, это очень часто оригинальные, красивые, такие фактурные образы, Кровостоковские, но при этом, например, «Песню делают», которая самая первая песня на альбоме, и «Песню шепоток» я вот переслушивать вряд ли буду, хотя специально для этого ролика много раз пытался, вдруг я что-то упустил, но в первой песне вроде как поется про того, кто путешествует по снам, а в последней песне вроде как поется про чела с глубочайшей шизой, у которого там уже голоса в голове идут, и который таскает трупы, и вот этот шепоток — это как раз то, что ему на ухо там вот что-то шепчет, эти самые голоса в голове. Ну, по крайней мере, я это так протрактовал. И если песню делают, ну, она как будто вообще не по-кровостоковски раскрыта, то есть, да, она специально простая такая, и такие песни у Кровостока тоже уже были, но сама идея, она, ну, как будто вот очевидно, что она заслуживает гораздо большего раскрытия, и очень много чего еще можно придумать с этой идеей, и даже уже в похожие стороны у Кровостока были заходы, но почему-то здесь оно не раскрывается. В песне «Шепоток» тоже очень много непосредственно проявлений шизы, но при этом каких-то вещей, которые могут тебя больше сориентировать в песне и в том, что там происходит, их дается по минимуму. И вот как раз из-за этого, то есть, опять же, не было у Кровостока цели быть понятными, написать там альбом хитов Кровостока и так далее. Понятно, что им вообще насрать, они растут как творческие люди, в своем стайле делают то, что им интересно делать, и как бы, и более того, не нужно думать, что я думаю, что мое мнение в этом смысле на что-то влияет. Я думаю, что стоит обсуждать новый альбом Кровостока, вот эта первостепенная мысль. И как будто специально, чтобы вот такие, как я, не могли сказать, что слишком уж Кровосток ушли в какую-то философию и абстракцию, они написали песню «Сквирт», которая просто заявляет, что «Алё, с ебанутостью все в порядке, и как бы бачок ебанутости полон», у нас с этим все окей. Нам не ссыкотно быть провокативными ни в каком смысле, и в плане Кровосток на своей позиции именно бескомпромиссности в жесте, они абсолютно стоят. Это вот как будто только для этого песня «Сквирты» нужна. Ну и стоит приступить к песне «Амфибия», которая, очевидно, самая охуенная на альбоме, и, в принципе, охуенная, просто сама по себе. Если вы ее еще не слушали и фанат Кровостока, вот, ну, сначала послушайте, потом слушайте следующий фрагмент моей речи, потому что ее нельзя не заспойлерить. Все, вот сейчас начинаю спойлерить. Охуеть, про «Амфибию» реально песня! Это начинается натуральный сай-фай, потому что чувака, которого утопили в ходе бандитских разборок, подобрали русалки и прочая морская херь, вырастили и как бы оставили жить собой, а у них там, типа, своя идиллия, идеальная абсолютно жизнь, не требующая никаких напряжек, как-то не требует то, чтобы ее покидать, вот эту самую подводную местность, и вообще там все охуительно в подводном мире. Но при этом он сам-то все еще пизданутый бандит, и поэтому он со своими вновь обретенными вот этими силами подводного жителя периодически выходит ебашить туристов на пляже. Это, вау, это реально новый шаг к кровостоковской эстетике, новый наворот. Мы можем сюда запихнуть еще и научную фантастику, можем еще и в космос ебануть. То же самое относится к другой песне, в которой персонажи как будто взяли и сделали более успешную и менее геморрную версию технологии похищения данных из фильма «Начало». Там они проникали в сны, а эти напрямую как бы берут и залезают в подсознание, чтобы узнать в случае с песней, где находится тайник. Я надеюсь, вы понимаете, что это охеренно хорошая новость, что совершенно не надоело ребятам из Кровостока находиться вот в этих рамках. Они наоборот берут их и вот так вот раздвигают. И этого более чем достаточно, чтобы радоваться по поводу выхода нового альбома Кровостока. Там какие песни у кого в плеере останутся, это вкусовщина, но то, что вот подобные эксперименты, мало того, что они делаются, они делаются еще и исключительно из творческого интереса и они еще и получаются, это ну все, как бы новости уже отличные, больше нам ничего не надо, ждем следующего альбома Кровостока. С этим в принципе все круто. Ну и последний альбом это «Диктатор Юеви». Возможно, часть тех, кто смотрит этот ролик, даже не знают, кто это. Это товарищ, который стал известен за счет сезона 140 BPM Cup, то есть батлов под биты. Да, я люблю всю эту батловую движуху, собственно, любил чуть-чуть до того, как она стала совсем мейнстримом, потом сидел, держался за голову, пока это был мейнстрим, и потом, когда хайп всего этого начал спадать, я такой «О, сейчас будет классно, сейчас останутся только самые трушные фэны». Будет настоящий батл рэп без примесей постоянного скандализма, но, как выяснилось, без этого скандализма и без интереса людей не только из рэп-сферы, батл рэпу хуёвенько живется. И сейчас он переживает очень печальные времена, желаю ему здоровья, и, собственно, один из представителей, вот, наверное, золотой эры батлов под биты, ну и, в принципе, один из известнейших батл рэперов, диктатор UEV, после своего успеха в батловой сфере должен был выпустить альбом, потому что, как бы, на его музыку уже приходят люди, его уже, как музыканта, многие знают, многие уже слушают его треки с батлов, то есть просто, как бы, вырезки из видео, и нужно ли говорить, какое качество записи на батле, потому что у тебя, как минимум, нет второй попытки записать всё нормально одним теком и так далее, ну, то есть, казалось бы, просто возьми, запиши это, вот, нормально в студии, всё, тебя уже будут слушать. Да и не всё так просто, на самом деле, неизвестно, кому сложнее выпускать новый альбом и делать как раз вот этот следующий шаг в творчестве. Там Земфири с огромным опытом, Кровостоку с их такого же размера опытом, но ещё и концептуальностью и совершенно необъяснимыми ожиданиями фанатов, или же Диктатору UEV, у которого эти ожидания, они, хотя и довольно абстрактные, но всё равно это первая работа, то есть, не было никакой предыдущей ступеньки такого же формата. В отличие от Земфира, Кровостока и так далее, именно эстетики Диктатора в треках, которого ты слушаешь просто как песню, её ещё не было, её предстояло сформировать. И так как часть людей, которые смотрели этот ролик, про этот альбом и не слышали до этого момента, можно сделать вывод, что не особо-то получилось. Почему? Потому что критиковать легче, чем заявлять. Я сейчас как будто сам против себя воюю, но это как бы не значит, что каждый критик должен сначала сам добиться, а просто так выглядят эти позиции. То есть, реагировать на чьё-то уже готовое высказывание проще, чем производить это высказывание. И в случае с музыкой это именно оно. Но только твоим высказыванием служит твой звук, который может быть средний, может быть устаревший, может быть, наоборот, новаторский. То же самое относится и к какому-то посылу или его отсутствию в песнях, самому настроению песен и так далее. Тебе предстоит задать как бы все переменные, создать персонажа с нуля. Ну, почти с нуля. И как раз на моменте адаптации батлового персонажа на треке Диктатор и забуксовал. Потому что куплеты всё ещё отличные. Там тот же трек Кибернетика офигенно зарифмован. Начало первого трека на альбоме Железный занавес тоже круто сделан. Там и смешная хуйня с Гилезой в начале, и заворот про то, что он собрал народа батлами, и типа в его слушателях есть как долбоёбы, которые нужны для прикрытия, так и крутые адекватные чуваки, которым он сейчас выдаст здесь творческо-пацанских инсайдов, и поэтому альбом зайдёт. Ну, то есть как бы такая мотивировка в самом начале. Ну, и в принципе в рэпе говорить про рэп, который даже люди прямо сейчас слушают, то есть внутри трека говорит про него же, это нормально, это и круто. То есть на этом больше всего и стоило играть, потому что безусловно каждый, кто будет слушать альбом Диктатор Юеви, с такой мыслью и будет его слушать, что мол нахера ты нас собрал, ну давай показывай. И проблема в том, что даже уже в том же треке на припеве становится непонятно нахрена, потому что какой, блядь, железный занавес, почему его не опускать, почему пусть тебя похлопает страна, тут холодная война, то есть я не буду опять же здесь разбирать текст, но просто если вы послушаете этот трек, у вас такие же вопросы будут, а это здесь при чем? Ну просто в песнях нужны были Диктатору Юеви припевы, потому что ну вроде как песни с припевами люди слушают, но при этом сам он их писать не особо могет и они ему не особо-то и были нужны, то есть если посмотреть как в принципе текст идет, там местами можно как бы сразу следующий куплет начинать и это будет так же круто, потому что он круто читает да и плюс спрос на это есть то есть я не считаю что альбом не зашел потому что это старый звук и вот этот вот пацанский стайл он никому не нужен во-первых там ну сколько пацанского стайла в виде там Каспийского груза масла черного тмина и т.д. Понятно что разница между Каспийским грузом и маслом черного тмина огромадная но это все как бы примерно одна эстетика да как у металлистов какие бы разные они не были все равно эстетика примерно общая и у нас как раз таки я наблюдаю жуткий недостаток качественной пацанской эстетики потому что вот этот автотюновый девичий рэп он понятно имеет своего слушателя но это ведь совершенно не то же самое что притечи нынешнего русского рэпа а это старый русский рэп подъездного разлива которого было бешеное количество он имел собственно монополию влияния по стране вот и пока у Тимати в клубе чикса танцевали у чемодан клана затягивался бетос на котором бас хипа хапа репа передоз и к слову тот же Элджей который сейчас представитель как раз таки вот этого девичьего рэпа тогда был представителем пацанского и не то что я прям пиздец ностальгирую по этому пацанскому рэпу но он явно не мог уйти безвозвратно мне кажется вопрос времени пока у нас появятся какие-то артисты которые работают примерно на той же вот этой брутальной стрит эстетики но при этом будут делать по-настоящему стильную музыку собственно на западе мы таких видим великое множество да может и у нас сейчас есть но мне просто вот все представители что я видел за исключением масла черного тмина и других редких исключений они не особо нравились и как раз от диктатора я отчасти ждал что вот это была бы его вода но он пацанский просто ну кто еще более пацанский чем диктатор Юеви но к большому сожалению для того чтобы эту пацанскость положить на какие-то современные рельсы актуальности нужно все-таки очень долго нащупывать этот стиль его именно нужно откопать найти своеобразно сформулировать и тогда это разорвет мне кажется все что может разорвать можете воспринимать это как мое пророчество которое мне можно будет потом припомнить можете воспринимать это как напутствие энному количеству рэперов и сопереживающих рэпу которые 100% смотрят этот ролик но так или иначе мне кажется что оно вот прям тут потому что опять же у диктатора Юеви уже отлично звучат куплеты просто были бы биты поинтересней и были бы припевы рабочие это был бы уже кардинально другой продукт ну и конечно же то что он позволял себе на батлах в смысле просто добавить какой-то пидорсуканах в конце строчки когда тебе слов не хватает на батлах работает в треках нет ну ёпта допиши уже придумать другую строчку чтобы слова влезли и местами то же самое мысль просто буксирует и не идет дальше в духе там главное это семья но я знаю тайны семей ну круто конечно что знаешь но в итоге это не работает как строчка оно звучит-то пафосно но она как бы она не ударная она буксующая и вот такого буксующего очень много повторяющиеся метафоры на одно и то же одни и те же аллегории там типа в руках стволы я сам машина и все вот это но буксует 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 и в итоге неинтересно поэтому нового крутого русского репа продолжаем ожидать может опять же диктатор Юэви во втором альбоме возьмет да и как разорвет нахер всю индустрию вот если что хотя бы батлы уже будет хорошо и к вам у меня два вопроса ответ на которых жду в комментариях во-первых кого здесь по-вашему не хватило а во-вторых как вам вообще формат потому что я первый раз такое сделал как-то взял экспромтом нахерачил и жду ваших комментариев потому что альбомы выходят постоянно я их постоянно слушаю но не всегда о них говорю а так вот будет у нас новый формат на канале напоминаю что этот и другие ролики выходят во многом благодаря поддержке моих патронов с сайта Патреон через который они получают доступ к закрытому паблику ВК в котором находится музыка книжки фильмы и короче огромный архив моих рекомендаций за последние уже несколько лет я веду этот паблик вход стоит 5 баксов инструкция в описании еще у меня охуенный инстаграм ну и в общем-то все спасибо что досмотрел ты знаешь кнопка подписки что-то забыл а а что-то забыл